Приветствую вас! Я бы все-таки хотел бы для начала исключить возможность, скажем так, физиологических каких-то проблем, исключить возможность серьезных каких-то нарушений в вашем организме. Раздражение, оно, кстати говоря, про это. Раздражение это про это. Поэтому, в первую очередь, я рекомендовал бы вам врачу обратиться, вот, и не тянуть только с этим, ради бога, да, не тянуть с этим, ни в коем случае. Вот. Обратиться к врачу, преследовать себя, преследовать, провести обследование медицинское. Вот. И, может быть, вы найдете источник, источник и причину такой своей реакции, такого своего поведения, и сможете это как-то вылечить и подкорректировать. Вот. Если же по физиологическим показателям у вас все в порядке, то в таком случае можно сказать следующее. Что раздражение, в любом случае, это чувство, которое, по сути, по факту, является, является проекцией вашего отношения к себе. То есть, механизм проекции, он работает именно так. Я что-то чувствую по отношению к другому человеку, я чувствую это по отношению к себе. Исключение составляет только любовь, да? Это, ну, любовь, это совсем особая такая категория, можно так сказать. Вот. Любовь, это особая категория. А вот, в основном, в основном, в основном, человек испытывает именно подобные истории. В основном, в основном, испытывает человек именно подобные эмоции, подобные переживания. И это, ну, для самого человека это нормально. Именно, вот, для самого человека это вполне себе в пределах нормы. Вот. Значит, вы возвращаете сами себя и, возможно, сами себя вы считаете такой излишне, может быть, предсказуемой, излишне, может быть, посредственной. Вот. Подавляя при этом свои чувства, да? То есть, вот, вы говорите, да, что человек, например, слишком предсказуем, да? А что вы сделали для того, чтобы он был непредсказуем? А позволили ли вы ему раскрыться? Вот. Понимаете? То есть, как бы, три дня, да? Три, три дня. Это, ну, достаточно маленький срок. На самом деле. Для того, чтобы человек, вот, мог себя проявить, да? И мог как-то, вот, себя раскрыть, например. Чтобы, ну, чтобы быть, чтобы проявить свой индивидуальный. Это очень маленький срок. Три дня. А больше вы ему не даёте. Это первое. Второе. Очень важно то, как, вот, как конкретно, да, вы выстраиваете отношения с человеком. То есть, ну, какой фундамент этих отношений. Какая почва у этих отношений. Вот. И так далее. Это важный момент. Потому что, если вы знакомитесь с человеком, к примеру, просто так. Просто вы решили, да, познакомиться с ним. Рассчитывая, что он будет, будет вам интересен, например. Кто-то так не работал. Потому что, с человеком нужно знакомиться всегда по какому-нибудь поводу. По какому-нибудь поводу. И только тогда, только в этом случае, человек может раскрыться. А если вы знакомитесь просто ожидая, что человек будет вас усилить или удивлять. То это, к сожалению, не, ну, в некотором смысле, детские ожидания. Такие. Вот. Это детские ожидания. Потому что, потому что, потому что, так не будет. Это невозможно. Ну, то есть, так не бывает. Или, возможно, бывает. Да, бывает. Но крайне редко. Вот крайне, крайне, крайне редко это бывает. Такая история. Поэтому, тут вот очень важно, как вы устраиваете отношения с людьми. Второй момент панической атаки. Это, соответственно, ваше подтверждение дает вам знать, что вы что-то хотите. У вас есть какие-то желания, у вас есть какие-то потребности, которые вы не удовлетворяете. Ну, по ряде причин. По какому, по какими причинам. Запреты, страх, чувство вины, вытеснение, что-то еще. Понимаете? Вот. Вот, по сути, и все в таком духе. Поэтому, очень важно здесь поработать на стену, по поводу чего возникли панические атаки. Панические атаки не возникают просто так. Так, раздражение ваше уже являлось сигналом к тому, чтобы вам начать что-то менять в своей жизни. Вы к нему не прислушивались, вместо этого вас увезли в деревню к бабушке, там вы оказались в полной глуши, и панические атаки начали о себе заявляться. То есть, говоря о том, что вы не в порядке. С вами не в порядке все. С вами все не в порядке. Что есть, есть моменты, которые вам, ну вот, тяжело даются, например, тяжело воспринимаются, например. Вот. И с этим нужно что-то делать. В данном случае, в данном случае, имеет место быть. Тотальное, я бы сказал, о, на чем-то, пренебрежение, тотальное пренебрежение своими, ну, может быть, своими желаниями, может быть, своими чувствами, своими эмоциями. Вот. Панические атаки всегда возникают из неудовлетворенности. Вот. Всегда. Так что, чтобы поисследовать данную историю, нам нужно, нам нужно понять и увидеть, что именно вы себе подавляете и по какой причине. подавляете. Ну и, соответственно, подавляете ли, да, то есть, как бы, если подавляете, то почему? какое правило, какому правилу, правилу вы след следует действовать. Так, а не иначе. поскольку я уверен, что вы еще не работаете, что, соответственно, соответственно, вам нужно обратиться к своим родителям для того, чтобы они вам помогли найти психолога, либо здесь на сайте оплатили вам работу специалистов, либо в очном режиме тоже помогли поработать со специалистами. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи!